Доброго времени суток YouTube. Здравствуйте гости и подписчики моего канала. Сегодня у меня видео про мои, скажем так, небольшие приобретения за границей, а точнее в Германии, поскольку в других странах я ничего не покупал. Я покупал все в Германии. Хочу немножко, ну скажем так, такой предварительный анонс, потому что все это будет кататься, юзаться и потом будет еще сниматься отдельно обзоры. Начну с самого большого приобретения и, скажем так, самого существенного. Это купил я вот такой вот зимний тайвовский костюм для зимы. Вот. Купил я его гораздо дешевле, чем он стоит в Украине. Но дабы видео не было, ну скажем так, очень длинным, я, наверное, на него отдельно сниму обзорчик. Просто, как бы, проанонсирую, что костюм этот для зимней рыбалки я его специально купил. Обалденный костюм, который обошелся мне дешевле, чем 150, скажем так. Самое большое такое приобретение. Начну по мелочам. Значит, купил я, когда были мы в большом магазине, вот этом в одном из самых больших в Германии, вот такие вот блесенки. Ну, я их уже, как бы, одну штуку я уже даже разловил. Я был уже на рыбалке здесь, в Украине. Мы ездили с Сергеем Васильевичем на Головля. И вот эту блесенку, единственное, что я, конечно, вот я вам покажу ее. Там мне писали, что это не японец, это китаец. Ну, мне, честно говоря, все равно, китаец он или японец. Ценник у нее вот такой, у этого китайца. Это все в евро. Значит, это достойный китаец. Вот так выглядит эта блесенка. Она была страничком, который я снял из застежки. Вот они валяются внутри коробочки. Вот. И, скажем так, вот так она выглядит теперь. Вот эту блесенку я уже разловил. Я на нее поймал Головлика. Единственное, что видео нет. Такое случилось, конечно, первый раз со мной в жизни. Короче, я забыл, как. То есть, мы приехали, и когда мы уже ехали, ну, скажем так, к месту ловли в машине, я только тогда вспомнил, что я взял все, кроме камеры. Поэтому видео на эту тему нет. Но вот такую блесенку, очень интересная она мне показалась. Вот. Вот так она выглядит. Я уже разловил по Головлику. Вот. Значит, по блесенкам еще. Купил я и вот такую вот блесенку. Вот это от нее упаковочка. Вот. Вот это ее ценник. Вот так она выглядит. Тут я ничего не менял. Только единственное, что я снял колечко вот отсюда. Снял колечко. И вот так вот с опушечкой я ее, как бы, с одинарничком и использую. Она очень напоминает Waterland. Старого образца, да. Но, скажем так, немножко другой изгиб. И, ну, вы видите сами, что крючок крепится не на вот этой узкой части блесны, а на верхней, на широкой. Вот. Она очень интересно играет. Будет юзаться, будет... Может быть, я ее даже перекрашу, потому что, ну, однородная. Мы ездили, солнце жарит. Ну, жара у нас стоит. Вот. И в связи с этим, может быть, поклевки были, но я не поймал. Может, я ее перекрашу, но буду ловить вот в таком виде, в каком есть. Если мне, как говорится, очень понравится, я буду делать кухню. Так. Это что касается, скажем так, ну, нет, не все. Вот еще вот. Купил я такую, вернее, две купил. Две колебалочки. У меня там один из подписчиков просил такую колебалку. Ну, не такую, а какую-нибудь привезти ему оттуда. Я привез, ему уже выслал. Эту еще в воду не макал. Вот, обушечку. Абуспун. Так называется, я так вижу, эта колебалочка. Вот. Вот так она выглядит. Вообще, как бы, и течение будет держать. Я вижу, форма правильная. Не знаю, скорее всего, я вот этот якорь сниму, поставлю сюда динарничек. В общем, мне понравилось, я ее купил. Тем более, ценник был очень гуманный. Меньше двух евро. Поэтому я эту колебалочку взял. Вот. Вот еще две такие колебалочки. Вот. Я их, правда, немножко уже тюнинганул. Вот. Это подарок. Это не покупка. Андрюша, Фокс, будешь смотреть. Это вот он мне подарил эти две колебалочки. Вот. Я их еще, правда, в воду не макал. Не знаю. Так немножко тюнинганул. И все. Вскрыл лачком. И буду пробовать. Вот. Спасибо большое, Андрюша. Большой тебе привет. И от меня, и от жены. Значит, ну, скажем так. Не колебалка, но близкая к этому. Вот такая вот хренопень. Джанзи, или я не знаю, как ее правильно назвать. Вот так она выглядит. Это я покупал в Дортмунде. В магазине, в котором Саша Кормилюк работает. Сашенька, большой тебе привет. Вот. В этом магазине. Вот ее ценник. Эта хрень позиционируется в Германии, как штука для ловли форели. Вот еще раз я вам ее покажу. Вот здесь на рисунке. Его можно просто с подгрузкой цеплять. Можно с бомбардой. Взял чисто ради интереса. Ну, просто не ловил никогда такими тяцками. Мне просто интересно, будет ли что-нибудь на это дело ловиться. Я, конечно, попробую применить это и к ловлику. Может, это кушево. Я не знаю, как это будет все происходить. В общем, я испытаю. И обязательно, как бы, об этом либо сниму видео, либо расскажу. Но вещь мне показалась интересная. И я купил ради, ну, просто спортивного интереса. Надеюсь, все-таки зимой форель будет. Вот. Что еще? Ну, вот такие вот маленькие тройные вертлюжки. Вот. Именно для форели, именно для вот таких вот сяцек, которые я перед этим показал. Потому что, судя по всему, они там будут выкручивать. Мама дорогая. Вот тут, как бы, именно для форели это все дело. Ну, оно и по надписи видно. Троудмастер. То есть тут. Вот. У нас с тройными вертлюжками и есть, но они большего, ну, как бы, размера. И вот я взял себе еще вот такую вещь. Плюс уже, как бы, чтобы закрыть форелевую тему, купил я себе то, чего давно хотел попробовать, чего у нас в Украине, как бы, не продается. Хотя можно там вытворить чего-нибудь, там купить. То есть есть паста такая формовочная, ну, как бы, не для бойлов, да, но она для ловли другой рыбы. Из нее тоже можно сделать, вот, как бы, она типа пелеса, ну, прикормочная, да. Вот. Но я решил, все-таки, если есть фирменная, я взять фирменную. Вот я взял две вот таких пасты. Это Беркли. Честно говоря, ребят, я уже даже не помню, сколько она стоит. Врать не буду. Вот. Вот такие вот две пасты. Одна чисто, скажем так, ну, она такая кислотно-зеленая. Надеюсь, камера придает блестки, да, вот с блестками. Вот так вот выглядит это все дело. Все это с запахом чеснока. Вот. Игорь Михайлович, поскольку он ловил такими пастами, вот он мне сказал, что брать надо именно чеснок. То есть зимой форель на вот такой чесночный запах и чесночную пасту, ну, очень хорошо ловится. И вот такого цвета я взял, расцветочки такой, ну, скажем так, радужной. Радужной расцветки. Тоже это все с блестками. Вот. И к этим двум баночкам, кстати, тоже запах чеснока, я взял вот такую хренопень. Ну, приспособу делать, ну, саму приманку. То есть, если кто не знает, я, допустим, покажу. Ну, это крючок не такой. Вот. Вот, допустим, ложится сюда крючок. Вот, вставляется, да, но только это большой. Ну, леска, естественно. Крючок вот так вставляется вот сюда. И набивается паста. Потом прижимаешь, вынимаешь, у тебя готовая приманка, которая в воде там крутится. Вот. И, ну, скажем так, она, ну, формуется специально вот этой штукой. Вот. Они продаются, скажем так, ну, в интернет-магазине, скорее всего, можно было купить. Не знаю. У нас почему-то и в Москве, но я, во всяком случае, вот там, где много форелевых платников, они в наших краях, они не популярны. А я взял чисто вот из спортивного интересного, потому что я никогда не пробовал ловить на такое. И мне интересно. Короче, взял я себе вот эти вот такие штуки. Это именно для форелевых. Вот. Что еще хочу по этому поводу сказать? Ну, вот такая тядька мне досталась. Это вот такая вот жиголовка странная. И такая приманка, скажем так, ни о чем. Ну, это так я вам просто показываю. Это я привез с чемпионата мира. Вот там давали вот такие всем участникам, давали вот такие там коробочки. Ну, всякое, короче, барахло. Вот. Из существенного еще что? Это вот такой вот клей для приманок. Это специальный такой тюбик. Вот. Он продается. Он не дешевый. Кто смотрел мои видео, ну, в этом самом магазине в Дортмуне, да, вот он там лежал, этот тюбик. Он, по-моему, или 11, или 12 евро. То есть существенная цена на него. Вот. Я бы его и не покупал, но это мне подарил Игорь Михайлович, за что ему большое спасибо. Вот. И душевный привет. Вот. Вот такую штучку тоже я обязательно попробую. Скажу потом свое мнение, чем лучше там зажигалка или там спичка или еще чем-нибудь. Как бы склеить резину, потому что часто рвется, особенно если, ну, тройники, вернее двойники хорошие. Вот двойник, когда вставляешь, у меня часто рвется резина. Вот можно вот этим штукой подклеить, без всякой зажигалки, без ничего. В общем, поюзаю, поюзаю, обязательно, ну, как бы, сниму свое мнение. Стоит эта вещь, этих денег или не стоит. Значит, из мелочей чего? Из мелочей это вот такие вот крючочки. Я не знаю, если они в Украине, это серия. Но мне они очень понравились из-за того, что, вот, обратите внимание, серия. Если кто где видел, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я зайду, посмотрю, чего и как. Я не помню, сколько они стоили, но суть не в этом. Это вот, ну, они даже так позиционируются. Это одинарник для колебалки. Вот. Это большой размер. Скажем так, 1.0, да? Тут громадное ухо. Посмотрите, вот. Громадное ухо. Хороший крючок такой. Ну, то есть, можно ставить и на щукаря, и на, ну, большого лакса. Форель, свинофорель, да, если она там несколько килограмм. Да и вообще, как бы, на серьезную рыбу, серьезный крючок. То есть, даже, ну, скажем так, 400 грамм форель это заглотит все. Ну, мне просто интересно, вот, акаццо попробовать именно на колебалках. Я это буду ставить на свои колебалки ради эксперимента. Да, и, скажем так, потом я скажу вам. Ну, хотя, вот, я говорю, если кто знает, где такие крючочки продаются, а макацию дешевле, чем Овна, пожалуйста, напишите мне. Так, и вот штучка, ну, скажешь штучка, это крючки. Вот, крючки, которые я давно хотел попробовать, потому что есть же головки. Ну, так называемый французский вариант. Хотя, я не знаю, во Франции они, наверное, не делаются, во Франции. Но это именно я искал крючки с вот таким вот загибом. Стоят они 3,20, то есть, 3,20 евро за пачку. Я уже отсюда немножко достал. Тут, по-моему, из десяток их вот такие вот крючочки. Именно вот такой изгиб. Вот, вот такой. Ну, и относительная ширина вот этого вот крючка. Ну, и плюс ушко нормальное, которое, как бы, на чебуратор можно одеть, чего я делаю практически всегда. Вот такие крючки у меня были, ну, скажем так, я не мог их ни где купить, чтобы попробовать. Да, проволока толстая, скажем так, но очень острый крючочек, прекрасная заточка. Вот, в общем, скажем так, я их поюзаю по джигу, по нашему, днепровскому, нормальному джигу. Вот. Еще раз покажу, как это все выглядит в пачках. Вот. Не буду там ничего читать, коверкать язык. Вот так это выглядит с другой стороны. Там остановитесь, делайте стоп-кадр. Вот. И, пожалуйста, прочитайте сами. В общем, давно хотел вот этой штуки попробовать. Наконец-то ее купил. Правда, за 3,9 земель. Ну, ладно. Чтобы, как бы, джиговую тему закрыть. Вот. Ну, это вы, наверное, видели в видео. Взял себе вот такой резины. Думал ловить Сибаса, да? Ну, это мы так шутим с Игорем. Сибаса хотели ловить. Вот. Джексоновская резина. Вот. Ценник ее. Вот. Но, честно говоря, даже не доставал. Потому что пахнет обалденно. Смотрите, какая красавица. Буду пробовать ее теперь осенью на судака, на щуку, на наших днепровских просторах. Посмотрим, как оно, это самое. Кстати, она вот так, скорее всего, одевается. Потому что с этой стороны плоская, видите? Вот круглая плоская. То есть, пятак будет сбоку ходить. В общем, буду пробовать. Брал на Сибаса, но оказалось, что Сибас не обязательно берет на сумасшедшие приманки. Там лидером была совсем другая приманка. Ну, естественно, взял вот таких вот. Червями это нельзя назвать. Это, скорее всего, немного. Или маленький этот самый. Как сказать, вскрою. Оборвал даже замок, наверное. Вскрою. Это, ну, угарь или, скажем так, другая разновидность рыбы. Ну, так запечатано. Тоже имеет своеобразный запах. Вот такой вот червячок. Нехилый размерчик. Вот, но, думаю, что судачок по осени, или, скажем так, на дне, который ракушняк. Вот он смазан даже чем-то. Это штормовская резина. Вот. Шторм. 4 евро за пачку. Вот, думаю, на черном дне, на черном дне, да? То есть, сиди ракушка. Судакаловить будет легко. Я думаю, потому что, во-первых, он в голову бьет. Длинное, узкое, это то, что ему нужно. То есть, вот такая вот судачельная резина. Вот. Вот это я, кстати говоря, тоже брал на Сибаса. Но, я же говорю, даже не открывал. Даже не открывал. Вот. Короче говоря, ну, это вы тоже видели в видео. Но хочу, как бы, более в разных размерах. Вот. Показать вот такую вот приманочку. Она валялась просто в коробочке в этом громадном магазине. В котором нет никакого выбора. Вот. В город не выговорю. В общем, кирха, да? В переводе на русский язык этот город переводится как ледяная кирха. Вот. В общем, там был большой магазин. Вот этот один из самых крупнейших в Германии. И вот этих штук я набрал. Кстати, я их тоже планировал пустить на треску. Но так увлеклись рыбалкой, когда пошла рыба, что я забыл за все на свете и лупил на то, что было. То есть, и на твистерану ловилось, и на рыбку. Вот. В разных размерах. В разных расцветках. Кстати говоря, Василий Леонидович Раевский. Который Вася Агаптиви. Тебе поедет половина отсюда, железно, на отливку. То есть, я надеюсь, что ты сделаешь такие формы. Вот. И порадуешь нас именно такой необычной резиной, которая, ну скажем так, в Украине, я думаю, что ее и не видели. Оставлю я, конечно, и себе немножко. Попробую как бы судачка этим делом, ну как бы, глупануть. Вот. Но, во всяком случае, проверить, как оно. Но, большая у меня надежда, потому что купить я не смогу, как бы, еще, да. Вот. А пересылать в Германию, это геморрная штука. В общем, вся надежда на Васю. Если Вася сделает, у нас в Украине будут такие вот приманки. Ну и последнее, скажем так, что-то не приобретение. Это подарок, это мне. Вадик мне дзер подарил. Вот. Вот такой вот ваблерочек. Вот такой вот. Я хотел вообще его пользовать на этом самом, на басе. Но, учитывая те, скажем так, условия, при которых мы ловили баса, вот так он выглядит. Красава такая, с погремушечкой. Вот, рертусия. В общем, ваблерочек такой. Короче говоря, учитывая те условия, там такая закоряженность. То есть, это не видно, вот, ну, скажем так, не видно, что под водой. Там где-то кустик торчит, там. Это не значит, что вот там куст и там куст, а все остальное, как бы, без кустов. Там все абсолютно в кустах. Уровень воды подымается, уровень воды падает. То есть, невозможно предугадать, что есть, скажем так, у тебя под водой. Поэтому Саня там за ваблерами плавает. Ну, все, кто рыбачит на ваблера, за ними плавают. Я несколько раз, в общем, вот там, где я в видео, посмотрите вы, где мы ездили втроем. Я, Саня, Игорь, где румыны, там вот это вот все дело, короче, болгары, которые сетями ловят. В общем, я там с трех забросов три раза сплавал за ваблером. Да, освежился, скупался, но мне это не понравилось. Я снял ваблер, поцепил овсет и начал ловить по-другому. В общем, такой вот ваблерочек тоже со мной приехал. За что Вадику большое спасибо. Покатаю обязательно на чем-нибудь и расскажу свои впечатления. В общем, вот такие далеко не все, скажем так, мои приобретения, которые у меня появились, новинки. У меня скоро будет на обзоре посылочка, которая приехала ко мне за 11 тысяч километров. То есть, эта посылка пришла с города Хабаровск, просто, ну, видео и так уже длинное, чтобы не быть. Тем самым я просто анонсирую. Там человек, Санечка Таймень, Саня, привет тебе большой, прислал мне разные рыболовные цацки, про которые я отдельно сниму видео. И будет это видео, ну, как бы у меня на канале. Будет еще много по перчаткам, по футболкам. Короче, будет еще всего-всего очень много. Если вам это было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылочку ставлю вверх. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка на группу ВКонтакте всегда в описании внизу. Группа называется Рыбалка и все, что с ней связано. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова